Керчи, честно говоря, образила. В каком-то парке мусорные бачки перевернуты, мусор вокруг. Там, собственно, просто прогуляться, зайти в церковь средневековую. Самый дешевый хостел в Керчи, 350 рублей за ночь. Ну что ж, все, я перекусила и теперь направляюсь на остановку переулок Босфорский, чтобы сесть на маршрутку и доехать до гор-пляжа. Порядка часу придется ехать, но мы все осилим. Все, иду. А вот и моя остановочка. Сейчас приготовлю деньги на проезд сразу. 17 рублей проезд. Когда мы ездили, было 13. Вот так вот. Вот я добралась до пляжа и сейчас пойду смотреть, что это за такой городской пляж Керчи. Я знаю. Ничего просто. Музыка. Шок. Субтитры делал DimaTorzok 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 Тихо, Арина, не надо. 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 Тихо, Арина. Тихо, Арина, не надо. Тихо, Арина, не надо. Сижу сейчас на набережной, взяла себе мороженое. малиновый сорбет кисленькая как раз и ем здорово а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рядом с рынком попала на какую-то барахолку. Но это выглядит очень смешно и странно. Тряпки, какое-то барахло. Пережитки 90-х. Какие-то статуэтки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О чем может свидетельствовать наличие таких барахолок в городах? О том, что население настолько бедное, что им приходится продавать всякий хлам. Интересно, кто-то покупает или нет? Ну да, можно найти что-то такое интересное. Но мне кажется, в основном это просто барахло. Может быть, я не права. Но я знаю, что, допустим, в Питере такое распространено. Всякие балашинные рынки. Но я в Краснодаре такого не видела. А там по Краснодару даже. По Краснодару.